Меня зовут Светлана Бумарк, я сфотологического факультета и я прочитаю сегодня лекцию, ставшую уже традиционной, лекцию о задачах лингвистической олимпиады. Предмет такого лингвистика в школе нет, но олимпиада такая есть. И я немножко расскажу об истории нашего отделения лингвистики, об истории олимпиадного движения, с тем, чтобы вам было понятно, почему я читаю эту лекцию именно здесь, на поломних марте. История эта начинается в 60-е годы прошлого века, когда некоторые хирургы сфотологического факультета поняли, что для того, чтобы лучше понимать язык, любой язык, и русский, и нерусский, языков разных много, языков миллионов 6 тысяч. Так вот, для того, чтобы лучше понимать и лучше описывать языки, на самом деле, языковеду нужна и математика кто? И языковед Владимир Андреевич Звикинцев вместе с математикой Владимиром Андреевичем Успенским, с кафедры логики, может быть, вы слышали о нем, решили сделать и сделали при химологическом факультете отделение, которое в разные годы называлось либо теоретической прикладной лингвистики, либо структурной прикладной лингвистики, но сути это не меняет. Это было такое всеобъемлющее название, в которое должна была войти вся лингвистика для заславок. Она туда и вошла. Дело в том, что язык это, ну, такой вот, что называется, естественный объект, который живет своей жизнью, независимо от нас, по своим собственным законам. И когда эти законы пытались познавать филологи, получалось, ну, что-то совершенно иногда гуманитарное и очень такое неконкретное и иногда не очень удачное. А когда за дело взялись люди, наделенные математическим мышлением и математическим образованием, а у нас на отделении лингвистики, когда бывали вступительные экзамены, то математика была вступительным экзаменом. И много математики идет в ходе обучения студентов, то тогда дело пошло совсем по-другому. Оказалось, что в языке, в любом языке, есть достаточно четкие закономерности и, возможно, достаточно строгие доказательства того, что такая-то точка зрения верна, а такая-то точка зрения ошибочна. И для того, чтобы познакомить школьников с разными языками вообще, возможностью их какого-то описания, какого-то понимания, с наукой лингвистики была в 65-м году создана лингвистическая олимпиада, когда ее так и назвали первая традиционная лингвистическая олимпиада. И вот настолько произвело это впечатление, что она первая традиционная, что даже в каком-то фильме был первый традиционный съезд пожертвований. Но, тем не менее, традиция была продолжена после первой традиционной, сейчас будет уже 42-я традиционная олимпиада. Она в разный год немножко меняла название, была по языкознанию и математике, по лингвистике и математике, по лингвистике. Но это не суть, это все равно наша московская лингвистическая олимпиада. Несколько последних лет есть еще и международная лингвистическая олимпиада, где наши ребята традиционно занимают очень хорошие места. И на нашей олимпиаде часто очень успешно выступают ребята именно не из гуманитарных классов, а из математических классов. Почему так происходит? Потому что у ребят из математических классов, у них мозги настроены на некоторую точку. на то, чтобы описать то, что есть, описать так, как есть, доказать свою мысль, а не просто что-нибудь эдакое дозировать. И вот сегодня я как раз на примере нескольких задач и намереваюсь показать вам, как выглядят наши задачи и отчасти как выглядит деятельность лингвиста. Ну, начну я с такой задачи, которая не очень может быть похожа на деятельность лингвиста. Здесь перед вами слова на древнеиндейском языке санскрит. Их переводы на английский язык в перепутанном порядке. Древнеиндейский язык санскрит – это совершенно замечательный язык. Сначала на нем, ну, собственно, сначала на нем просто говорили люди. В частности, молились по всяческим древним богам. И из гимнов древних богам сложилась целая регрета. И эти гимны передавались из уст в уста, выучивались по возможности на из уст, потому что боги и начальники и церкви, и такими сглопом. И в какой-то момент, через несколько веков после того, как гимны вот так передавались из уст в уста, люди заметили, что они, в общем-то, так не говорят, как они обращаются на богам. Потому что, в общем-то, на улице, в жизни они говорят совсем по-другому. И тогда перед индийскими богословами, ну, в общем, можно сказать, без преувеличения лимбистами, стала задача описать этот самый священный язык санскрит. И действительно, в Индии образовалась совершенно мощная лимбистическая традиция, и люди не только описали древний индийский язык санскрит, но и жестко его нормировали. То есть вот прямо там сделали грамматику, что вот так надо, а вот так нельзя. И само слово санскрит буквально означает созданный, сделанный. А вокруг, на улице, продолжали говорить на необработанных индийских языках, которые назывались прокли. Поэтому, кто усматривает в слове санскрит слово сан в значении святое, тут зря я его усматриваю. Это просто приставка с так выглядит. Итак, слова на языке санскрит. Черточка на гласный, как всегда, обозначает друготу. Х с точкой это такое просто придыхательное. Вот, совсем такое легкое придыхание. Если мы не знаем языка, это довольно частая ситуация, когда лимбист приезжает в какой-то язык, языка не знает этого, он затем не приезжал, чтобы этот язык написать, он опирается на те закономерности, которые мы говорим. В данном случае мы тоже можем опереться на закономерность. Если вы внимательно посмотрите на эти санскритские слова, у вас это тоже задача номер один бумажки написана, можете смотреть туда, если вам удобнее. Поскольку бумажка ваша, вы там можете делать какие-то себе пометки. Давайте некоторое время все думают, а потом обсудим, что получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, наилучший способ, как справедливо заметил кто-то там из слушателей, я прошу прощения, я не знаю вас по именам, поэтому могу только называть один из слушателей. Как было справедливо замечено, самый лучший, самый наглядный способ это свести в таблицу. Сколько у нас есть разных начал? Сколько? Четыре. У нас есть начало е. У нас есть начало... Ну или там я, куда а относится, можно отнести к началу, можно отнести к концу. У нас есть начало т или так. У нас есть начало сар или сарва. У нас есть начало эх или эка. А теперь какие у нас есть хвосты? Сколько хвостов? Сколько хвостов? Кто сказал четыре? А какие четыре? Три. 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 А кто сказал два? Четыре. Три. Три. А какие четыре? Х. Х. Ну а с черточкой или с черточкой или два? А нет, ну а. Так. А с черточкой? А это зависит от того, что мы выписали в качестве начала табличку. Смотрите, если выписать так, как я это сделала. Если сделать так, как я сделала в данном случае, я в качестве начала выписала только ех, то в качестве хвоста я должна выписать ах. Если я в качестве хвоста выпишу х, то у меня получится, что здесь форму ех, а на самом деле формула у нас ях. Это а надо не потерять. Либо его приписать сюда к началу, либо приписать сюда к концу, но где-то оно должно быть. И у нас есть форма ях. Еще с этим хвостом какая у нас есть форма? А. А с этим хвостом какая у нас еще есть форма? Саха. Саха. А еще есть? Эта. Заметьте, что только на этом этапе мы можем вычислить, что у нас есть начало эх. Оно у нас больше не повторяется. Но поскольку мы знаем, что ах это такой хвост, который мы уже несколько раз тут видели, то в слове эх мы тоже выделим этот хвост, и тогда узнаем, что у нас оказывается есть начало эх. Эх. Еще какие хвосты есть? А. А с черточкой? Эх. 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 Атра. Атра. Вот это уже правильно называется хвост. Сразу. Атра. Какая у нас бывает? Атра. Ятра. Санватра. Санватра. И татра бывает. Это всё или какие-то ещё у вас бывают? Ада с чёрточкой. А без чёрточки это где у нас такой хвост? Ада с чёрточкой. Ада. Да. Вот у нас еще бывает вот такая. И она бывает только один раз, да? Да. И так у нас получилась таблица, у нас получилась матрица вообще говоря, да? Четыре столбца и четыре строчки. У нас есть столбец с тремя клеточками заполненными, два столбца с двумя и один столбец с одной строчки с тремя две штуки и две штуки с одним заполненными, да? То есть строки и столбцы у нас по-разному устроены. Давайте теперь сделаем русскую табличку. Так. Пожалуйста, не. Пожалуйста, тихо. Вот говорить, пожалуйста, только по этому сигналу с поднятой рукой. А без этого, пожалуйста, не добавить. Итак, русских слов у нас, слава Богу, столько же, сколько требовательских нам повезло. Каждому слову соответствует отдельный перевод. Не всегда бывает так. Но в данном случае нам везет. И эти слова, эти переводы группируются по смыслу. Во что они группируются по смыслу? Какие можно выделить группы? Но может быть так же, как с временем, с самым скрифтом, что мы с начальством... С началом и с окончанием на самом деле не всегда так. Потому что в русском эта система когда-то она тоже была. Но она несколько порушилась за счет всяких политических изменений. Поэтому, например, где и когда должны попасть в одну группу. Это относительные наречия. Они вводят предаточное предложение. Дом, где что-то происходит. День, когда что-то происходит. Да? Значит, у нас... Что еще войдет в эту группу? Где, когда... Кто еще из них умеет вводить предаточное? Везде? Дом, везде что-то происходит? Да. Который. Который, да. Итак, у нас есть где, когда и который. Это группа слов, которые умеет вводить предаточное. Как мы их назовем, а как захотим, так и назовем. На Олимпиаде придираться к тому, как вы их назовете, никто не будет. Ну, в принципе, союзные слова можно их назвать. Какую еще группу можно выделить? Можно выделить группу так и там. Да? При этом, если мы опять же все организуем в матрицу, то одно из этих двух, либо там, либо там, должно попасть к кому-нибудь из них в столбец. Какой к кому-нибудь? Там попадает туда, где-нибудь. И так у нас есть там. И так. Еще какая группа? Еще какая группа бывает? Всякие и... Всякие... Всякие тот же самый... Они составят строчку или столбец, если я вот так начала организовывать таблицу? Столбец. 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 В чей столбец они попадут? В который? И так. А так это не состава? Нет. Так это как? Это обстоятельство образа действия. А который? Это какое? Это как бы прилагательное. Да? Это местоимение, которое имеет форму прилагательную. Равно, как и всякие. Тоже отвечает на вопрос, какой. Значит, всякие и тот же самый. Еще у нас осталось слово везде. В какую строчку, в какой столбец оно попадет? В первый столбец. А в строчку? В где? Столбец. Столбец вот этот. Да. Где? Везде. А в строчку? В какой? В третью. В третью. В третью. Там, где всякий. Так. А теперь давайте посмотрим. У нас столбцы соответствуют столбцам или столбцы соответствуют строчкам. Поменялось у нас, смотрите, или не поменялось? Скорее всего, столбцы соответствуют строчкам. Так получилось. Потому что, смотрите, среди строчек у нас было две тройных. Вот эта строчка тройная и вот эта строчка тройная, да? А среди столбцов у нас был только один тройный. Остальные двойные или одинаковые. Видно? Здесь у нас два тройных столбца, но только одна тройная строчка. Значит, столбцы одной таблицы соответствуют строчкам другой. Давайте попробуем найти... Ну, что тут проще всего найти? Наверное, проще всего найти вот это. Где? Вот это слово. Оно у нас... По матрице. Где оно у нас расположено? На пересечении чего с чем? На пересечении тройного столбца с тройной строчкой. Итак, значит, тройная строчка. А, у нас это два, пардон. Так, что вот такое сделать? А, вот это вот нужно найти. Это у нас тройной столбец и одинарная строчка. Значит, соответственно, это будет тройная строчка, вот это, и одинарный столбец. Да, и тогда это получается «когда». Вот оно. Яда, когда. Отлично. А теперь, если мы найдем... Значит, «е», вот этот столбец, это как раз союзные слова. Союзные слова. Да, похоже на упросительное местоимение, но не упросительное местоимение, а упросительное местоимение. Милибаково начали. Отлично. Дальше. Если у нас есть тройная строчка и столбец, в котором есть только что-то одно. Значит, соответственно, тройной столбец. Либо этот, либо этот. И строчка, где что-то одно. Тот же самый. Отлично. Кто может раскрутить дальше? Третье слово. Значит, яблоко, соответственно, которому понятно, как случилось. Это строчка, содержащая тот же союз и столбец, содержащий союзные слова. Третий член этого. Это что будет с корнем сармом? Всягер. 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 Да. Значит, соответственно, эг у нас значит тот же самый. А сарм, это значит что-то вроде вис. Второе слово «весь» – это «везде». Таким образом «атра» означает «где место». Тем самым «атра» – «там», когда «е» – это у нас столбец союзных слов, «атра» – это место. Значит, что это? «Везде» – это «сарватра». «Сарват» – это у нас столбец корень, который означает «весь». Вот оно везде. Так. 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 Остались «так» и «татра», кто из них «так», а кто из них «там». «везде». Последняя стабильная – «так», а «так», «везде». Да. Этот «так». А этот «так». Угу. Установили, какой перевод соответствия. Теперь давайте попробуем перевести. Как будет всегда? В какой клетке у нас будет всегда? В каком столбце и в какой строке? Всегда. На пересечении столбца, который значит весь, вот этот самый сар, и на пересечении и на строке АДА, которая значит когда? Значит, соответственно, сарва, да. Это всегда. Всячески. Какая строка, какой столбец? Столбец 3. Столбец сарв, строка АДХА. Каким образом, каким способом? Получаем сарва. Всячески. Где у нас окажется слово КАК? Назовется у меня столбец, вторая клетка. Это союзное слово, и это то, каким образом в столбецном получается ЯХА. Это значит ПАК. Одновременно. Ну-ка, какой столбец, какая строчка? Четвертая, вторая клетка. Неа. Столбец 4, да, потому что одновременно это в то же самое время, правильно? А вторая какая? Четвертая. А почему третья? Просто так? Просто так неинтересно. А почему четвертая? Потому что время. Смотрите. Когда? Всегда. И сейчас нам придется построить еще и тогда. И когда? И когда? И когда будет одновременно? А тогда? Как будет? Тогда так и будет тогда. Тогда так и будет тогда. Да. Всем понятно или есть вопросы? У кого есть вопросы? Нет вопросов. Ну так в таблице-то надо правильно написать. Вот мы сейчас как раз темой занимались, да? Чтобы у нас в таблице, если уж столбцы, то были столбцы. Если уж строчки, то были строчки. Чтобы окончания были записаны верно, а не какими-то пусками. Иначе бы у нас не застроились формы. Но это просто внимательность такая нужна. Опять же, вот у математиков почему-то такой внимательности больше бывает часто, чем у гуманитария. Вот. То оцените, какая стройная кучилась система. Видите? Вот вся эта таблица, и мы ее сейчас заполняем и заполняем. Как из кирпичиков. Строим и строим, строим и строим. Все аккуратно. В русском языке, даже еще не в русском, а в прославянском. В том же система была замечательная стройка. И тоже были вот такие клеточки, которые вот так и заполнялись. Вот. Была строчка на букву К. К-А-КОЙ. К-А-К. К-ДЕ. К-А-Н-ДА. Но с тех пор все маленько изменилось. Мы не говорим К-ДЕ, мы говорим К-ДЕ. Мы пишем К-ДЕ. Теперь не видно. Т-А-КОЙ. Т-А-К. Т-А-Н. Т-А-Г-ДА. Вот столбец Т почти так и остался. Т-А-К. Т-А-Г-ДА. Все как надо, это то же самое Т. Наследование с гребних времен, когда, примерно 6 тысяч лет назад, люди говорили на правиле европейские языки и еще не знали, что потомки одних из них будут говорить потом в санскрите, а потомки других уйдут в другую сторону и будут говорить на русском. «Вси-ак», «вси-ак-у», «вси-дет», «вси-эк-да». Но, вот это слово «весь», там был бедный гласный, «весь», «все», там бедный гласный. И вот этот бедный гласный, он где-то остался, где-то у мужа. Это тоже были свои правила, которые действовали. И в результате у нас получилось всегда. Мы видим здесь всех, а везде мы видим здесь е. Но и ей бедный гласный, «все», перед «д», естественно, «все», «все», перед «д», звончается «все», вместо «весь», «де», мы получаем «везде», и пишем в очередь «с». И поэтому нам не ими, что этот столбец тоже весь себя одинаковый. С санскритом ничего такого не было, потому что, как я сказала, его жестко нормировали, и сами и нормировали. Сказали, что вот там надо, а так нельзя, чтобы ходить не объединились. И мы переходим к задаче номер два. Теперь перемещаемся в древнюю Индию, в древнюю Китай. Древние китайцы писали героглифами, но чтобы вы не выучились. Лингвисты произвели большую работу и узнали, как читались древние китайские героглифы. На самом деле, это была действительно очень большая, очень серьезная работа, но оказалось, что это где можно установить. Потому что древние китайцы очень любили писать стихи. А стихи они любили писать в риф. А для того, чтобы не заботиться, для того, чтобы знать богатство рифа, они составляли словари и, соответственно, длинные-длинные списки героглифов, которые друг с другом рифмуются. Если мы знаем хотя бы про один из героглифов из этого списка рифмующихся, как он читается, ну, например, потому что он встретился в каком-нибудь географическом названии, которое заимствовали какие-то соседние народы, то мы автоматически знаем, на какую рифму читаются все остальные героглифы, которые рифмуются с данными. Но, на самом деле, все не так просто. И можно привлекать к анализу современной китайской диалекте, их много изменений пришли в разных проблемах. И поэтому, если мы их сопоставили, мы увидим, как было раньше. Но, в общем, действительно, эта работа была проделана, и теперь древний китайский мы можем писать буковками, как оно произносилось. Черточка на глазки по-прежнему обозначает богатый. А вам надо установить правила, согласно которых в древнекитайском языке раскладывались слова в сносочетании. Лучше у него бывает. Задачка, кажется, простая. На самом деле, она не очень простая. И, конечно, не очень простая. Потому что, если там все слова входили один раз в соответствующую строчку, соответствующий столбец, то вот, каждое из трех слов есть в каждой трех. Что делать будем? От перестановки слов, это ваше сложение. От перестановки слов все меняется кардинально. Одно дело враг старого раба, а вот дело раб старого врага. Какое слово у нас главное в этом сочетании? Тут разные слова играют разные синтаксические роли. Давайте посмотрим, есть ли у нас есть? Враг старого раба. Какое слово у нас главное в этом сочетании? Враг. Вот оно у нас главное слово, чертем его как-нибудь. У этого главного слова сколько зависит? В данном случае одно. А давайте я возьму другое сочетание. Давайте я возьму старый раб в рага, чтобы у нас были зависимые в обе стороны. Здесь у нас главное слово раб, а зависимых у него уже два. Старый – это зависимое слово какого типа? Определение причем, определение они оба. Но вот это определение у нас выражено приводателем, а вот это определение у нас выражено существительным родительным падежем. Вот чертух я его пожалую вот так как дополнительно. Соответственно, вот так и вот так. Если у нас есть главное слово, и от него два возможных варианта зависимых, то сколько вариантов расположения? Мы можем сделать так, как в русском. Главное – одно зависимое здесь, другое тут. Мы можем сделать, как мы еще можем сделать? Мы можем поставить наоборот, чтобы генетип родительный падеж предшествовал, а прилагательное следовало. И мы можем поставить либо в начало, либо в конец. Шесть вариантов, шесть перестановок, но не все реализуются. Смотрите, если я поставлю в начало, то дальше, казалось бы, я могу сначала прилагательное, а потом определение в родительном падеже, а могу сначала родительный падеж, а потом прилагательный. Но на самом деле одного из этих порядков в языке никогда не будет. Ни в каком. Сможете догадаться? Кто считает, что вот этого порядка не будет? А кто считает, что вот этого? Кто считает, что вот этого порядка не будет? Кто может аргументировать эту точку зрения? Я в данном случае уже отошла от раба и врага конкретно. У нас есть какой-то старый враг, а у него есть раб. Это, пожалуйста, понять нельзя что угодно. Ясно? В русском языке не бывает. Но я говорю не про русский, я говорю вообще про любой язык. Вот так может быть? А вот так может быть? Кто считает, что вот так не может быть никогда? Ни в каком языке. Шесть тысяч языков упадем, ни одного такого не найдем. Почему? Кто так считает? Почему? Мне кажется, что если русского языка нет, то в английском тем более нет. Русский язык, английский язык – это языки европейского стандарта. И испанский язык европейского стандарта. А кто считает, что вот такого не может им никогда? Кто может обосновать эту точку зрения? А на самом деле очень просто, смотрите. Если я... А, можете обосновать? Ну давайте. Тогда определение будет относиться к дополнению. Да. Вот тогда, если мы возьмем такой порядок, мы запутаемся. Это определение. К чему оно определение? У нас же тут два существительных. Может оно к этому определение? А может оно к этому определение? Может это раб врага старых? А может быть это раб врага старого? Если у нас нет окончаний, то такого порядка не будет никогда. Если окончания есть, то порядки любят любые. Значит, этот порядок мы сотрем. Он нам не нужен. У нас окончания нет. И ставить слова так, чтобы все запутались, кто же там был старый, раб или враг, мы не будем. И еще один вариант. Можно поставить главную основу в конец. Так? И, соответственно, делать либо так, либо так. Опять же, как нельзя делать? Вот так или вот так? Как нельзя делать? Так. Последнее. Почему? Потому что тогда определение тоже будет, значит, как и в исполнении, так и в главном обвинении. Да, да, да. Как и в предыдущем случае. Вот этот последний вариант. У нас или только другого предложения? Без окончаний не будет работать. Все запутаются. Старый врага рак или старого врага рак. В русском языке окончания нам подскажут. В санскрите окончания нам бы тоже подсказали. В древнекитайском окончании нам не подскажут. Поэтому вот этот порядок мы забыли навсегда. А теперь давайте посмотрим, какой вариант из этих возможных у нас тут реализуется. Продолжение следует... 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 Соответственно, если у нас имеется вот такая вот структура, то это определение к какому слову? К вот этому или к вот этому? Дополнению. Если у нас имеется такая структура, то какое слово главное для этого прилагательного? Вот этого. И у нас таких структур две. У нас враг старого раба. Прилагательное зависит от определения родительного падежа и раб старого врага. Опять же, прилагательное зависит у нас от дополнения. Смотрите, раб и раб поменялись местами. Один был главным словом и стал зависимым, а другой наоборот. А старый так и остался. Первый. Какие два слова у нас поменялись местами, а какое осталось? Старый остался на том же месте. Старый остался в той же синтаксической позиции и на том же месте в древней китайской фразе. Рау. Рау. Итак, Рау. Это старый. Осталось узнать, кто из них враг, а кто из них раб. Ну, во втором и третьем там врага не меняется. Рау. 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 Бог это враг. Бог это враг. Опять же, во втором и третьем у нас враг не меняется, а рабы старые меняются. Значит, враг это у нас Бог, а раб это у нас Бог. И смотрите, какой вариант из предложенных выбирает древний китайский язык. Если у нас есть прилагательное и существительное в роли определения к одному слову. Какой вариант из четырех возможных выбирает древний китайский? Первый вариант выбирает русский. Старый раб врага. Третий, да, то есть у нас старый раб врага, это будет раб старый врага. В древнем китайском определение прилагательное предшествует или следует за главным словом? Предшествует. То есть если у нас есть существительное принятое определение, то определение будет равное. Да. Если у нас есть определение в родительном поближе, оно предшествует или следует древний китайский? Следует. Следует. Предшествует. А если они у нас оба есть, то тогда какой из вариантов? Да. Вот этот вариант. Итак, задание один мы выполнили. Старый – это Рау, Ра – это Бу, Ра – это Бог. Старый – Ра, старый – Ра. Вы уже можете построить, правильно? Да. Я хочу говорить, что старый раб, мне кажется, это Рау – Бог. Рау – Бог, да. А старый раб? Рау – Бог. Да. Ай, раб – Ра, да. А это не русский, а это древнекитайский. А в древнекитайском, как мы договорились, если вы на Олимпиаде и не в лукой, то вы себя еще и выписали. Да. Что у нас сначала то, что родитель не поддержит, а потом то, что именитель не поддержит. Вот Бог, Гу – это правильно, потому что врага – Ра. По-русски мы скажем раб – врага, по древнекитайски мы должны сказать врага – Ра. И правила расстановки слов в словосочетании древнекитайского языка мы честно сформулировали и даже выписали. Если мы выписываем наши правила, они нам очень хорошо помогают потом ориентироваться и выполнять задания без ошибок. Есть еще вопросы по этой задаче? Есть ли вопросов? Нет. Переходим к задаче номер следующий. В немецком языке есть приставка УН. Знание немецкого не требуется. Просто это обыцание. Она, посмотрите, обычно переводится как НИ. ВЕТА – это погода, УНВЕТА – это не погода, МЕНШЕН – это люди, а УНМЕНШЕН – это не люди. Но так бывает не всегда. Вот, например, если ХАУД – это трава, то УНХАУД – это сорняк. Если ФАЛЬ – это случай, то УНФАЛЬ – это катастрофа. ТЕК – зверь, УНТЕК – чудовище. Что же это за отрицание такое? Давайте почетче сформулировать. Преувеличение. Преувеличение, да? То есть не погода, а ого-го, какая большущая погода. А сорняк – это такая гигантская трава размером с бананом. Ну, мне бы показалось, что я очень мог. Ну, отрицание значения. Что? Киномент, я отрицательный. Отрицание чего? Отрицательный эффект. С отрицательным эффектом. А у вас какая-то приувеличение? Негативное значение. Да, негативное значение. Отрицательное значение. Ну как? Негативное. Хорошее негативное. Да. Это… Фанфор – приувеличение. Да. То есть это не что-то большое и не что-то отсутствующее, а что-то плохое. Посмотрите, не погода – это ведь не то, что отсутствие погоды, правда? Это вообще очень даже погода. Только это очень плохая погода, правда? А нелюди… Мы не скажем про кошку или про собаку, что они нелюди. Хотя они, безусловно, не люди, правда? Нелюди, мы так скажем, про людей, которые ведут себя совершенно не по-людски. Правильно? То есть это такие люди, но очень плохие. Вот. Эта задача иллюстрирует вот такую вещь. Что, когда мы подходим к изучению какого-то неизвестного нам языка, то мы должны смотреть не на то, к чему мы привыкли в русском, а на то, что предлагает нам этот материал. Там все может быть совсем по-другому и даже, скорее всего, будет совсем по-другому. Если бы там все было так же как в русском, кто бы на эту задачу составляет? И в данном случае материал нам показывает, что приставка «ун» обозначает что-то таки плохое. А теперь давайте посмотрим, что такое «унтарт». Что такое? Злодеяние. 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 И это такое плохое действие. А что такое «унтштерн»? Темнота. Темнота, да? Темнота – это такая плохая звезда. Нет? Злодеяние. Почему не светило? Это так же. А, почему не бездействие? Если бы приставка «ун» обозначала бы у нас отсутствие чего-то, то «унтарт» – это было бы такое время, когда никакой погоды нет вообще. А «унтарт» – это были бы, ну, не знаю, безлюдье какое-нибудь. А «унтарт» – это был бы какой-нибудь пустырь, где никакая трава не растет. А тут у нас очень даже растет. Так вот, мы же специально говорили, что, ну, приставка обозначает не отсутствие чего-то. Да? «Ункаут» – это не отсутствие травы. «Ункаут» – это очень даже трава, только трава плохая. «Унменшен» – это не отсутствие людей, а это люди такие, это плохие люди. Вы слышали, как мы это обсуждали? Да. Но по-прежнему не верите. Русский язык на вас сдали. А почему мозг? Ну, темнота не здорово. Вот я и спрашиваю, почему же это темнота? Темнота – это такая плохая звезда, черная дыра, да? Но светила – это тоже не плохая звезда. Светила – это тоже не плохая звезда, а светила – это просто звезда. «Ункаут» – это же не то, что большая, густая, высокая трава. Да? Это сорняк. «Методом исключения» – конечно. «А кто хорошо знает русские пословицы и поговорки, там он проще сделать, если не только методом исключения. Что в русском языке ассоциируется со звездой? «Счастью». «Счастью». «Счастливой звездой». Вот это хотели вспомнить, да? Да. Замечательно. Вот я надеюсь, что вы все родились под счастливой звездой. И поэтому вот эта «не звезда» – «Кунштейн» вас никогда не коснется. «Кунштейн» – это несчастливая звезда, несчастливая судьба, в данном случае злой рок. Вот такая вот забавная приставка «ун». В русском языке такой приставки «ун». Чтобы там вот от всего можно было образовать что-нибудь плохое. Вот оказывается, даже среди европейских языков есть такие таинственные и загадочные. И, как вы можете заметить, знание немецкого языка преимуществ не дает. В школе этого не проходит. Я вам честно скажу, даже в университете этого не проходит. Я в университете пять лет учила в немецком металлогическом факультете. И нам про это очень скользко упоминали и тоже ближе к старшим курсам. А материал я потом собирала по словарю. «Университете». Если вопросов по этой задаче нет, переходим в следующее. Эта задача уже не про значение. Эта задача про звуки. Опять же, в польском языке очень своеобразная орфография. Там такие буковки, что, в общем, да, писать замучаешься. Поэтому нам, для того, чтобы нам было проще, записали все в русской транскрипции, русскими буквами. Звучание можно записать любыми буквами, в том числе и русскими. «Рот» по-польски называется словом «рук». «Рот» по-польски называется словом «рук». «Рот» — это единственный вопрос, где ум надо ставить. Да, единственный вопрос, где ум надо ставить. В этом-то и вопрос. «Рот». Да. «Если у нас словы начались на основе согласно, она умножается. Если она умножается, то это не лома». Да. И вот это правильный ответ. Во-первых, действительно, это очень простая задача. Она в свое время была составлена для пятиклассников. Поэтому она буквально решается быстро. А кроме того, на данном слайде сделаем еще одна замечательная вещь. На данном слайде сделана еще одна замечательная вещь. Слова выписаны в два столбика. Как ни удивительно, это очень действенный метод совершения настоящих юнистических открытий. Да. В одном столбике там всегда после согласных, а в двух … Дело не в этом. Дело в том, что когда мы выпишем на два столбца, мы сразу увидим, что в этом столбце у нас всегда кончаются назвоны. глухой. А в том всегда кончаются на глухой. В транскрипции они все кончаются на глухой, потому что в польском языке, как и в русском языке, замеется, происходит оглушение. Мы тоже говорим «рот», «рок», «ход», «воз». Да? Вот. Но в русском языке при оглушении гласные не меняются, а в польском языке на самом деле они меняются перед звонким на конце слова. Но после того, как они это сделали, звонкие оглушились. Некоторые. И поэтому вот оно так получилось. Расписать на два столбца – это самая действенная вещь. Действительно, когда мы выписываем в один столбец что-то, где интересующий нас параметр принимает одно значение, а в другой столбец то, где интересующий нас параметр принимает другое значение, молодые люди в центре. Если вы будете слушать, то тогда у вас меньше будет глухих идей по поводу тех вещей, которые уже обсуждались минут за пять до этого. В один столбец мы выпишем слова с одним значением параметра, в данном случае с у, а в другой столбец с другим значением параметра, в данном случае с о, то тогда мы сразу увидим, что между столбцами разница не только по этому параметру, который мы хотим понять, почему так, но и по другому. В данном случае разница по параметру кончаться на звонке или на глухой. Ну, кстати говоря, вопрос на засыпку. Как вы думаете, как по-польски стул? Стол? Нет. А вот кто сказал стул, тот был прав. А стул по-польски стул? Нет. А вот стул, на котором сидят, по-польски называется слово кресло. Ну, кресло там. Действительно, слово стол кончается на звонкий согласный л. Перед звонким согласным о переходит в у, и поэтому стол в польском языке становится стул. дам и кидам. Что? Урода, насколько я знаю, но из данной задачи это не выводится. Есть еще вопросы по этой задаче? Нет. Ответ такой? Да. Ответ. Боб – это гнев, а кот – это кот. Нет. Вот это? Вот. Давайте я вам не пишу. Ага. Почему кот, когда остается кот, если кот? А потому что перед глухим согласным о сохраняется, ни во что не переходит. Нос остается, нос, коп остается. Здесь же кот был, который был кот, который с ушками имел кот. Если бы, если бы было слово «код», которое было наследовано из прославянского, а не заимствование с латыни сильно кожи, тогда бы оно действительно стало в одном языке кода, как муку. Но такого слова нет. Не было в прославянском. То, что мы имеем сейчас в русском, оно заимствовано. Заимствовано… Я не знаю, заимствовано ли оно в польске, но в любом случае, если оно заимствовано в польске, то уже после того, как все вот это вот продействовало и кончено действовать. Вот. Так что, кот, который говорит у Ялу, он так и будет котом. Еще есть вопросы? Законный, в честно. Да. Да, закономерности. Хорошо. Все слова окончаются онопатные. Либо звонкий или глухие. Да, в заключение которое в трансจะ… Звонкий на конце оглушался, оно в польском, например, как и в русском. Да. Мы это только что обсудили. И перед тем звонким, который оглушился, О переходит в У. А перед тем глухим, который с самого начала был глухой, так О и остается. У вас так получилось? Отлично, вы молодец. Есть вопросы? Еще. Если вопросов нет, тогда переходим дальше. Поговорили о звуках, теперь опять поговорим о смыслах. А у вас написано задача 5, а у задача 4. А у меня получилось так, что задача номер 3 оказалась... У вас она действительно имеет номер 4. Здесь даже не обязательно составлять табличку. Нам уже уже сказано, какое слово что значит. Но мы можем, действительно, это правильная идея, выписать все компоненты, посмотреть, что значит. У нас есть фу, у нас есть дзи, у нас есть чо, у нас есть на, на, у нас есть лай, у нас есть чо, у нас есть ся, у нас есть пи, у нас есть шан. А теперь давайте посмотрим, можем ли мы про какие-то вещи сказать, что они значат. Вот, например, шан у нас встречается два раза, что он значит? Возвращение, подъем. Да, он значит подъем. Он обозначает просто движение вверх. Соответственно, что такое вот это вот золото? Идти. Вот. Идти пешком. А что означает пей? Лететь. Если мы знаем, что дзоум – это идти, то что такое тю? Вот мы установили, что вот этот элемент значит идти. Что значит вот этот элемент? Удаляться. Удаляться. А что еще мы можем найти? Что? Ся. Ся. Что значит ся? Движение вниз. Движение вниз. А что значит лай? Да. Лай значит сюда. Что значит на, если лай, значит сюда? Да. Почему же? Смотрите, у нас есть на лай. Лай означает сюда, а все вместе значит привести. Значит, лай что значит? А? Сюда. Да. Нас значит внести. Так. Зоуся значит сойти. Действительно идти плюс вниз. Получилось. Клейся лай. Слететь сюда. Лететь плюс вниз. Плюс сюда. Все получилось. И у нас остались еще фудзин. Фудзин. Плыть и паучу. На входе шанс. Да. Вот кое-кто уже заметил порядок расположения. Сначала тип движения. Сначала тип движения. Идти, нести, плыть, лететь. А потом направление куда. У нас сначала приставка, которая показывает куда. А потом корень, который обозначает, как мы двигались. А у них наоборот. Да. На лай. На лай. Как же лай, это нести. Нести это на, если вы внимательно слушаете. А лай у нас есть вот здесь вот. Вот здесь вот вся лай спустится сюда. И вот здесь переся лай слететь сюда. То есть лай у нас значит сюда. А соответственно на обозначает месяцем. Что мы честно тут и написали. Соответственно фу, это значит фу, видите. Тин. Тинь значит внутрь. Внутрь. Пау. Сбежать. И че? Народ. Народ. То есть у нас есть какое-то пространство, а мы из него, народ. Есть такое направление в исследовании значений. Разложить слово на смысловые компоненты. И вот тут нам китайский язык как бы раскладывает слово на смысловые компоненты. Иногда они складываются так, чтобы русский язык удобно назвать одним словом. Иногда бывает и не складываются. Давайте посмотрим. Задание 1. Ты чу. Ты цю. Улететь. Улететь. Ты. Это лететь. Чу. Сувернее. Это туда, куда-нибудь подальше. Лететь туда, куда-нибудь подальше. По-русски он называется слово улететь. Фу шан. Всплыть. Фу, это плыть, шам, это наверх. То есть всплыть. На-дин-чу. Что это будет? Внести. На-дин-нести. Чем это? Это внести внук. Внести. 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 Да, сейчас. Отнести. Внести. 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 Это будет внести. Откуда у вас там? Ну вот как уйти туда-куда-то. Внести куда-то. Внести туда. Внести туда. То есть это матрика? Отнести туда? Да, можно. Отнести туда. Да, наверное, по-русски лучше всего перевести как-то внести. Как? Ну отнести ближе всего. Из русских слов ближе всего отнести. Вот сейчас, после этой лекции, мне надо будет взять проектор и внести его внутрь повода 12.04. Вот по-китайски я могла бы использовать вот этот вот глагол. Я должна его внести. Я должна внести внутрь чего-то и отсюда куда-то туда. нам 12.04. 12-я этапа. Вот. А по-русски я скажу поднести. Вот. На китайский вынести. Вынести. Это будет на. На чем? 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 Вот это будет. На чем? На чем? На чем? На. Нам просто надо вынести. То есть нести из каком-то пространства. Полететь! 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 Полететь. Полететь! Взбежать туда. На. 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 Так, значит, нам надо бежать, это будет пао, нам надо будет наверх, и нам надо еще будет туда, куда-то, вот это уже да. А унести, унести, что сначала, что потом, сначала будет идти в действие, а потом будет туда, куда-то, вот так оно и будет. Так, ну что, а теперь кто попробует объяснить, что значит слово «дзилай»? Вон оно внизу. Ну да, но только без уточнения, каким именно образом он туда входит. То есть мы туда можем и влететь, и вползти, и вплыть, но каким-то образом он просачивается внутрь сюда. Да, он тут уже тоже просачивается внутрь сюда. И как раз для этого и существует вот это слово. Следующее. Опять же выйти, но опять же без уточнения. Похоже на выйти, но в русском языке мы не можем не уточнять. Мы должны сказать обязательно, что мы или летели, или может быть полны. А джунайчик может стоять? Ну как, войти сюда, но только без уточнения, что мы шли пешком. Может быть мы ехали, может быть летели. А это то же самое с выйти, опять же без уточнения. Есть слово «прибыть». Да, но прибыть, это опять же не обязательно внутрь чего. Прибыть можно совсем не внутрь. Нет такого слова по-русски там и бывает. Поэтому, видите, вот авторы олимпиадных задач, они зайти следят. И там, где мы можем сказать, что там улететь, прибыть, там пожалуйста задание переведите и все. А тут, видите, попробуйте объяснить, что значит. Еще иногда бывает, переведите всеми возможными способами. Почти всегда это означает, что способов таки несколько. Или может быть способ водиться, но зато вас ловят, что вы могли бы понять, что это несколько. А на самом деле надо комментировать, почему выбираете один. Ну, и последнее слово, что он означает. Ну, и последнее слово, что он означает. Это значит выйти сюда. Ну, опять же без уточнения, шли, уехали или летели. Ну, вот как бывает, стоите вы где-нибудь во дворе, кто-то из дома к вам выходит. Вот он вышел сюда. Вот. А вышел он или вылетел, или там выплыл. Это уже дело не меняет. Есть еще вопросы по этой задаче? Есть ли вопросов по этой задаче? Нет. Мы переходим к задаче номер следующего. Это слова на африканском языке, это беда. Давайте посмотрим для начала на порядок слов, чтобы у нас было понятно, где у нас апельсиновые деревья или апельсины или пастухи. А где у нас числительные? Где у нас? Где у нас существительные? Вначале. Да. Самое первое слово, это у нас существительные. Ну, во-первых, кто-то может быть угадает, что итальянцы это Ба-Италия. Вот. Вот она. Ба-Италия. Вот. А кто-то, может быть, заметит, что не чунгва, это апельсины, не деревья. Вот они раз, и вот они два. Да? А мочунга, это апельсины. Вот. Ну, а теперь вот. Я думаю, что у нас есть пять. Да. И саму с очередностью означает пять. А в другом пять не. А где у нас есть пять? Да. Триста пятьдесят шесть. А где у вас в последней строчке пятерка? Там ее должно быть целых две штуки. Так что садились и ищите. Да, вы нашли пятерки в последней строчке. А пятерки какие? Там целых две пятерки. Найдите их. Асам и басам. Аплодисменты. 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 У нас здесь пастухи, чего-то пять, чего-то еще, чего-то еще, чего-то пять. Да, между ними где-то двадцать. Подождите, а кто тут? Тут говорилось, что кто-то из них сотня. Кто из них сотня? Манхан. Да, Манхан. Вот у нас где есть сотня, у нас всегда есть Манхан. Итак, у нас пастухов сотен пять, дальше как вы думаете, что? Десятка. Два и пять. Плодов фанга сотен, четыре, десятка, три и две единицы. Как будет двойка на этом языке? Эйбол, ами. Есть? Ага. Двойка бывает ими, а бывает ами. Тройка. Как бывает тройка? Как бывает тройка? Да, бывает, да, бывает. Бывает и даму, а даду. Ба даду. Ба даду тоже бывает. Ага. Отлично. А четверка? Аккак. Как как? Ба даду. А теперь давайте посмотрим, когда же у нас она бывает А, ДАГУ, А, БИ, А, САНУ, когда бывает И, БИ, И, ДАГУ, И, САНУ. Ага, а если ничего нет? Так, зависит от положения. После сотен какой вариант? После сотен вариант А. После десятка. А при единицах какой вариант? Да-да, а какой вариант при единицах? Да не нужно. А почему же итальянцы БАДАГУ? А плоды Манго Альби? Какой же вариант у нас при единицах? Давайте посмотрим. Кто у нас выбирает? В каких сочетаниях у нас есть И вариант? В каких случаях у нас количество единиц начинается на И? В том числе? Без десятков. Без десятков у нас только один раз. Один пример не пример. В каких сочетаниях у нас есть И вариант при единицах? Кто может назвать эти сочетания? Где у нас И вариант? Кто может назвать сочетания, где у нас единицы в И варианте? Пять апельсиновых деревьев и? Пять апельсиновых деревьев и? Пять два балаба и? Двести три апельсиновых деревьев. Отлично. Шесть пятьдесят шесть. Упс. Это у нас вариант. Я извиняюсь. А. А та и са. Ну это же пятерка. Это же пять десятков. При десятках у нас выбирается И вариант. А при... Итак, И вариант при единицах у нас есть. В случае пять апельсиновых деревьев, двести три апельсиновых деревьев, пятьдесят два балаба. Когда у нас есть единицы в А варианте? Да. Триста пятьдесят шесть апельсиновых деревьев и четыреста тридцать два балаба манго. А когда у нас единицы в В варианте? В В варианте, да. Сорок три итальянца и пятьсот двадцать пять пастухов. Кто догадался, когда выбирается И вариант, когда А вариант, когда Б вариант? А что ж? Живой или живой? Они все живые в общем. Дерево, плод дерева и человек. У вас так получилось? Замечательно. Итак, В вариант выбирается, когда человек. А вариант выбирается, когда дерево. И вариант выбирается, когда плод дерева. Как вы думаете, если у нас будет два человека, как будет выглядеть двойка? А вариант выбирается, когда Б. Да. Двойка у нас будет выглядеть, вот так. Если у нас будет четыре человека, как будет? Четыре человека, четверка, как будет? Бан. Что? Клод дерева. Что? Клод дерева, это не шестайка. Спасибо. Так, так. И вариант это дерево, а вариант это плод. Маш вопрос. Да. Вы что же вы считаете? И вариант плод? Четвертое словосочетание. Раз, два, три, двести, три апельсиновых деревьев. Апельсиновых деревьев, сотен, две, единиц, три. Единицы в и варианте. Все нашлось, да? Теперь мы можем перевести в Алиша, это у нас кто или что? Кто или что? Пастухи. Сколько у нас было пастухов? Сотен сколько? Сколько сотен? Три сотни. А единиц сколько? А единиц две. И человек. Итого, триста два у нас пастуха. Второе? Второе выражение из первого задания. Первое. Апельсиновых деревьев. Ага. А что такое единиц? Манговое дерево. Посмотрите, у нас бывает ми, что-то. И это дерево. И бывает ма, что-то. Это плод. И дерево, которое ми требует и вариант. А ма, которое плод, требует а-варианта. Итак, ми-эмби – это манговое дерево. Сколько у нас манговых деревьев? Сотен, три десятка. Тоже три. Триста тридцать шесть. Правильно? Получилось? Рано, да? Шестерка. Она была в тридцать шести апельсинов. Тридцать шести апельсинов. А на это чекулах. А на это четыреста сорок шесть. На это четверка. В обоих случаях. Четыреста сорок шесть манговых деревьев. Кстати, обратите внимание. А-варианта. У нас требует еще стола манга-хана. Какие варианты у нас требует слово манеру? Как вы думаете, это случайно или нет? А это у нас просто такие приставки, которые требуют других приставок. Соответственно, здесь это тоже в камеру получается такая приставка, которая тоже требует отчислительных других приставок. Так. Кто может перевести двадцать четыре апельсина? Апельсины у нас были. Это матч украин. Двадцать четыре. Это значит, десятка, может быть, два. Мирон. Так. Мачун. Это плоды. Это апельсины. Да. Мирон. Сколько? Вот. И. Бил. Какой вариант четверки выбирать? А. Шестьсот шестьдесят шесть итальянцев. Ба Италия. Ба Италия. Ба Италия. Сотен. Ронда. А. Ронда. Десятка. И. Ронда. И. Ронда. Единиц. Ба Ронда. Ба Ронда. У нас согласование делается при помощи окончания, а у них при помощи приставок, а почему не собственные имя? Кто сказал, что согласоваться на одновременно окончании? Можно и вот так. Есть вопросы по задаче на язык-добедан? А время есть? Будешь точно есть. И перейдем к следующей задаче. Язык суахили относится как язык-добедан в группе Банту. И сейчас вы увидите, что между ними есть много общего. Сразу можно увидеть некоторые корни. Да, корень суахили и корень хаоса можно найти сразу. И корень арабу тоже можно найти сразу. Все ли успели уже заметить, что есть кис у ахилля и у вас у ахилля? А? Громче кто будет сказать? Внимите руку и скажите громко. Суахи-лицы. Суахи-лицы. А что такое кис у ахилля? А? Суахи-лицы. А? Суахи-лицы. Кис у ахилля. А что такое кис у ахилля? А? Это язык суахи-лицы. А что такое кифаранса? Это разумский язык. Поинтересно, как гибает, как язык. Ага. Отлично. А приставка «Ва» что дает? Народ. У нас были два суахили, два суахили. У нас были два хаоса, пять и хаоса. Хаосы пьют такие. Носители языка хаоса. Значит, народ. Да, это такие люди. И вы теперь понимаете, наверное, чем язык суахили похож на язык добедан. Если вы вспомните из предыдущей задачи, то вы поймете, что это таки то же самое. Правда? А угадайте с трех раз, что значит «Ба» в слове «банка». Что значит «Ба» в слове «банка»? А? Да, да, народ, люди. Это вот это самое «Ба», которое «Ба» и «Ба», там кто как произносит, кто-то ближе к «Б», кто-то ближе к «Б», но это действительно приставка, означающая людей во множественном числе. Отлично, а какая у нас еще есть тут приставка? «Ба». У нас есть приставка «Ба», которая означает «люди». У нас есть приставка «Ки», которая обозначает язык. «Ки», что значит «Ки». Причем люди? Если бы это были не люди, то было бы не хауа, а скажем химик. Давайте посмотрим. Ба тото, ба зури, ба ва ингереза хам, ба вай. Хауэти? Хауэти. Ба это значит родительный падеж? Да, просто отдельная ва, значит родительный падеж. Да, тото это ребенок, зури, красивый и так далее. Кто такие ва ингереза? Ва ингереза? А? Англичане, а ки ингереза? Английский язык. Значит, что у нас сначала? Дети красивые или красивые дети? Плохие англичане или англичане плохие? Что сначала, существительное или прилагательное? Существительное. Таким образом, дети красивые, англичан этих плохих, знают суахи или трудность. Вот так. Какой порядок слов? Правильно? Если мы сравним слово трудность и слово трудность, мы увидим еще одну приставку. Какую? У. Какую? У. У. Мы увидим приставку, которая обозначает что? У. У. Что обозначает приставку? У. Свойства. Свойства, абстрактное существительное. У. Свойства. У. 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 Если красота будет вытеснять зло, то зло это будет что такое? У. 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 Правильно. Зло это такое плохое. У. Аравы. У нас есть арабские язык и арабы. А арабы как будут? У. 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 Французы будут? Ва-фаранца. У нас есть ва-хауса. Люди-хаус. А язык хауса? Ки-хауса. У меня только есть словарь, на котором написано Камуси, Ки-суахили, Ки-руси. Камуси – это словарь. Остальное переведите. Ки-суахили, Ки-руси. Ки-суахили на русский. Суахилийцы вполне последовательно в своих приставках. Что нам еще осталось разобрать? С чем еще мы не разобрались в этих фразах? С глаголом. А в глаголе мы видим что? Вот, например, глагол «знать». Как где у него корень? У нас есть в первой фразе «по-ма-ти-джа». И во второй фразе у нас есть «по-на-у-джа». Где у нас корень у этого глагола? Да, корень у нас «джо». А остальное все, как вы догадываетесь, приставки. Откуда у нас приставка «ба», как вы говорите? Люди. Красивые дети этих плохих мудричан в первой фразе, и эти сухие лица. Ну а в второй фразе? Откуда у нас приставка «ки»? Язык. 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 Они знают трудный язык, сухие лица. А откуда у нас здесь приставка «у»? Свойство. Свойство. Потому что там они знают трудность французского языка. А приставка «на-а» обозначает настоящее время. У нас тут других времен нет, поэтому приставка «на-а» у нас повторяется всегда. Арабский язык привлекает к этим хаосам. Почему у нас здесь приставка «ки»? Язык. Язык. Почему у нас здесь приставка «аб»? Потому что люди. Язык сухихили вытесняет английский. Тут язык и тут язык. Вот смотрите, какой забавный язык сухихили. У нас глагол. Если согласуется, то только с подлежащими. А у них согласуется с дополнением тоже. И соответственно, мы теперь можем записать ответ. Красота языка хаоса привлекает этих французов. Красота. Мы уже решили, что «у» – зумри. Родители-подежь этого «а». Красота языка хаоса. Язык хаоса. Хаоса. Их хаоса. Привлекает. Привлекает. Это корень фунтия. А приставки. Красота привлекает. Ту. В настоящее время «на». Привлекает она у нас людей. Значит, это будет «ва». И остались только французы. 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 Вафаранса. Французы. Вафаранса. Аравы знают этих детей. Арабы, два арабы, два арабы, знают, это корень жуа, в настоящее время на, арабы и дети, все люди, значит и здесь приставка ва, и здесь приставка ва. Арабы знают этих детей, дети у нас ватон, и опять же арабы. И наконец красота вытесняет зло, красота у нас в зубе, зло у нас в зубе, зло у нас в зубе, фукуза это вытесняет, на настоящее время мы его не забываем, и в обоих случаях это свойство, соответственно, приставка ва. Если вам понравилось решать такие задачи, если вам понравилось, что разные языки устроены по-разному и можно это описать, если вам интересно, что в языках бывают правила, которые нам совершенно не знакомы по-русскому, приходите на Олимпиаду. Первый том будет в следующем воскресенье, 27 апреля, но только, к сожалению, жизнь наша тяжела. И вот только сегодня, вернемся к вчера, у нас не пускают Олимпиаду. А вот так. МГУ проводит Олимпиаду, МГУ не пускает нас ее проводить.